На Воскресенском кладбище Саратова совершен молебен и панихиды на могиле новомучеников. Почтить память жертв красного террора пришли священники, семинаристы, а также неравнодушные прихожане храмов города. Подробности в сюжете наших коллег. В этот день было как-то особенно тихо и умиротворенно. Кажется, сама природа замерла в ожидании этого богослужения. Молебна саратовским святым, епископу Вольскому, Герману Косолапову и Иерею Михаилу Платонова, а также панихиды по погибшим тогда в год и лихолетия. Священномученики Герман, епископ Вольский и Иерей Михаил Платонов, это настоятель Серафимовского храма Саратова, вместе с несколькими православными мирянами и духовенством, были расстреляны за антисоветскую агитацию по постановлению Саратовской чрезвычайной комиссии. Когда узники узнали о готовящемся расстреле, они совершили отпевание по себе и своим соузникам. Смертный приговор был проведен в исполнение в ночь с 9 на 10 октября 1919 года на окраине Саратовского Воскресенского кладбища. Тогда это было еще огромной пусты, похоронены священномученики на месте расстрела в братской могиле. Почитание их началось сразу после гибели. Место захоронения было отмечено простым крестом из перекрещенных рельсов. В годы советской власти у могилы совершались панихиды в основном тайно. Долгие годы не были известны точно ни имена, ни сан, ни общее число захороненных здесь. И только в 1998 году их удалось узнать. Эти люди канонизированы, прославлены в лик святых, новомучеников и исповедников Церкви Русской. И вот своими святыми мощами освящают нашу землю. Сегодня мы будем молиться им о, прежде всего, даровании мира нашему Отечеству, о умерении человеческих сердец и о том, чтобы они были предстателями пред Господом Богом за свою малую родину, за нашу саратовскую землю со всеми ее нужными и заботами. Воскресенское кладбище – это старейший некробль Саратова, на котором очень много могил, духовенства, верующих, мучеников за веру. И церковными краеведами ведется большая работа по спасению этих могил из-за ввения. Деятельность происходит в рамках грантового проекта «Интерактивная карта захоронений духовенства и монашествующих на Воскресенском кладбище Саратова», направленного на сохранение исторической памяти путем обретения и расчистки и занесение на интерактивную карту захоронений духовенства и монашествующих на старейшем из сохранившихся кладбищ города. Ориентировочно около 140 могил будут представлены на такой карте. Каждый желающий сможет с помощью специального приложения на телефоне найти точное место захоронения подвижников Церкви Русской, а также другую важную информацию. С предварительными результатами грантового проекта «Интерактивная карта захоронений духовенства и монашествующих на Воскресенском кладбище Саратова» участники мероприятия познакомились во время экскурсии. На Воскресенском кладбище, возникшем более 150 лет назад, есть могилы, к которым приходят не только, чтобы выразить уважение, но и попросить защиты и заступничества. Так, к Иннокене Параскеве обращаются за женским счастьем. У епископа Саратовского и Балашовского Вениамина оставляют различные записки. Здесь последний приют нашли монахи и монахини, сестры милосердия, исторические личности. Работа по поиску подвижников Церкви Русской будет продолжаться, а присоединиться могут все желающие.